Когда я говорю про структурные реформы, мы понимаем, что это не просто написать хороший документ. Нужна политическая воля, нужна команда, нужен президент, который все эти точки разделяет. Мне очень понравилось, как Назарбаев сейчас принял программу «Сто шагов». Он ещё, кстати, и выборы провёл досрочно, чтобы быстрее объявить об этой структурной программе реформ. Мне кажется, нам нужно, почему бы нам, если мы выборы Думы не приближаем, нам приблизить выборы президента и объявить новую программу реформ, которую легче проводить, уже имея мандат доверия на её проведение. Это первое. Второе. По поводу кризиса. Я как раз не совсем согласен с Германом. Кризис, естественно, всегда улучшает производительность. Ну, не всегда, скажем так, в большинстве случаев, потому что выживают наиболее эффективные. Снижается спрос, выживают эффективные у тех, кто выживает, и в среднем производительность труда становится более высокой. Но я прошу не путать, когда это сравнивают с санкциями. Вот, знаете, давайте не отменять санкции, мы пока санкции, мы сейчас быстрее что-то сделаем. Понимаете, вот это ошибка. У нас сейчас, когда санкции или когда дистанцирование от международных институтов или технологического обмена, или научного обмена, или финансовых рынков, мы сокращаем многократно свои возможности, которые не сможем восполнить в отдельных случаях. Да, мы добьемся выпуска определенной продукции у себя. Это будет локально, мы можем сделать это лучше в чем-то. Но в среднем мы уменьшаем возможности для всех хозяйственных звеньев, для всех предприятий в получении финансов, капитала, трансфертов технологических, применения научных достижений. Потому что это не вопрос просто взять где-то купить, это процесс непрерывного взаимодействия с ведущими центрами, которые производят, вот как, допустим, Сбербанк, в котором я тоже в наблюдательном совете, постоянно работает со Сколково, с МАИТИ по ведущим технологиям, которые мы будем применять через год, через два и через десять. Уже сейчас этот расчёт идёт, и у нас на стратегическом комитете это обсуждается. Если это ограничится, то мы тогда не сможем ни через пять, ни через десять лет выйти. Наконец, я бы, знаете, один ещё ответ на наше взаимодействие с Западом. Да, мы будем считаться с теми ограничениями, которые являются политическими и связаны с особой ситуацией. Ну, тогда давайте, допустим, что-то в чём-то сделаем, облегчение, например, приезду в Россию, облегчим, упростим, режим приезда предпринимателей, финансистов, а особенно учёных, образовательный обмен. Здесь, вы знаете, я сейчас встречаюсь, я в образовании работаю, с совершенно странными ограничениями. Вот сейчас усилился контроль над вопросами, кому выезжать, с какими докладами и куда. Вот это всё нужно существенно упрощать. Вот в этой сфере, где не связано чисто с безопасностью, с чисто вопросами политическими, это нужно всё существенно упрощать. Это был бы хороший ответ тоже. Ну и, наконец, опять-таки, вы знаете, когда мы говорим про планы хорошие, хорошие заявления и принципы, мы иногда находимся в ситуации, когда одна рука делает одно, другая делает другое. У нас усилился напор всякого рода законодательных инициатив по введению ограничений, дополнительной ответственности, дополнительным наказаниям. И такое ощущение, что где-то работает какой-то генератор выпуска, помимо правительства, по-видимому, выпуска такого рода идей, которые носят ограничительный контрольный характер. При этом кому-то предполагается, что так будет прозрачнее и чище работать рынок. Скорее всего, так не произойдёт. И, в общем, я сегодня должен констатировать, что мы отходим от концепции, когда мы говорили, что создание инвестиционных условий предведёт приток капитала, улучшит здесь взаимодействие хозяйственных звеньев. Переход к концепции подтолкнуть, регулировать, административно ограничивать или направить правильно русло. Вот сейчас идёт ползучее изменение концепции отношения к тому, как должен работать рынок. В этом смысле иногда такого рода правильные программы, как иногда из правительства и его президента, перечёркиваются действиями других структур, которые, в общем, набирают вес и получают политический даже особенно вес, потому что они могут перечеркнуть то, что правительство говорит. Продолжение следует...